Здравствуйте, это канал газеты Рязанские ведомости и Дмитрий Соколов с обзором событий недели. Дружба с Китаем, видимо, окрепла до такой степени, что воды Великой реки Янцзы теперь текут через Рязань. Где-то мутными потоками струится Хуанхэ, в нее впадают речушки поменьше. Так выглядит город после сильных дождей, заставляющих вспомнить о том, что ливневая канализация у нас строилась в 50-60-х годах прошлого века и с тех пор не сильно изменилась. Даже улица Интернациональная, возникшая в 1972 году, построена без ливневки, а уж всякие свежие новостройки в Кальном, такой роскоши отродясь не видели. Сильные дожди, испытавшие на прочность городскую инфраструктуру, вновь обострили извечный вопрос – каких людей больше, хороших или плохих? Горожане в соцсетях делились своими приключениями. Кто-то укрылся от дождя в помещении ресторана, а его оттуда через пару минут выставили прямо в лужи. А кого-то не только приютили в кафе на время ливня, но еще и подвезли бесплатно до дома. Другие наблюдали, как валятся деревья, а ветки повисают на проводах. Стоит напомнить, что у нас более 8 тысяч деревьев признаны в городе аварийными, а в 2023 году успели снести и вывезти только 3600. Теплится надежда, что ливневые потоки не смоют замечательные старинные постройки в области. Этого допустить никак нельзя, потому что в следующем году Рязань будет принимать у себя российский фестиваль «Архитектурное наследие». У нас, конечно, появился предмет для гордости – восстановленный торговый городок, переименованный на радостях ВДНХ. Правда, историки не устают напоминать, что его первоначальное название – Рязанская областная сельскохозяйственная промышленная и строительная выставка. Ну да ладно, название фестивалю не помеха. Но как быть с другими объектами культурного наследия, находящимися по соседству и в центре города? Граждане, услышавшие про фестиваль, мгновенно начали подсказывать адреса. Дом Херасковых с колоннами на площади Свободы, бывшее училище связи, институт культуры, бывший детский мир на улице Соборной, военный госпиталь на Первомайке, бывший кинотеатр Родина. А есть еще печально известный дом с фонариком на улице Салтыкова-Щедрина и масса других исторических зданий, чьи собственники за год точно не успеют их отреставрировать. Неужели придется прикрывать фасады веселыми занавесками? Десятки улиц областного центра после ливней оставались без света. Отключение электричества проходит систематически. Уже не только жители домов, но и власти косо смотрят на энергетиков. Сотрудники прокуратуры проводят проверку в связи с многочисленными аварийными отключениями электроэнергии. Представитель ТЭК и ЖКХ, выступая на заседаниях Облдумы и правительства области, разложил ситуацию по полочкам. В течение 5-6 лет не проводились плановые мероприятия по обслуживанию кабельных линий и распределительных устройств, доложил чиновник. Кабели прокладывались почти в то же время, что и ливневая канализация в 60-х годах прошлого века. Сечение проводов было рассчитано на одну нагрузку, а сейчас она намного больше, так как город растет вширь и ввысь. Эти вишенки на торте мы получили после реформирования единой энергетической системы страны, после которой никто не может ответить на вопрос, почему эффективность энергохозяйства снизилась. Павел Молков распорядился скорректировать инвестпрограмму ресурсоснабжающих организаций, отметив, что нужно наводить в них порядок. Сигнал о бедственном положении городской коммунальной и энергетической инфраструктуры вызымели на рязанцев куда большее действие, чем очередные санкции, грозившие посеять смуту на финансовых рынках. Однако паники не случилось. Прекращение торгов долларами и евро на ММВБ не вывело рубль в состояние равновесия. В рязанских обменниках столпотворений не наблюдалось. Национальная валюта даже немного укрепилась за пару месяцев. Но происходит это скорее из-за сокращения импорта. Сколько в реальности будет стоить доллар, потребитель почувствует по ценам на импортные товары. А в ближайшее время курс инвалюты, по-видимому, будет таким же фантомом, как государственная цена на импортные джинсы в советских магазинах. Цены-то были известны, а джинсы отсутствовали. Ну а теперь нам доллары и евро ни к чему. За рубежом россиянам стало отдыхать неуютно, только и жди какой-нибудь беды или провокации. К счастью, родная Мещера под боком. На подходе грибной сезон и дожди уже преподносят сюрпризы. Белые грибы весом в 500 граммов замечены в Пронском районе, а в Спасском лисички собирают тазами и ведрами. Счастливые грибники делятся фотографиями в соцсетях. На самом деле это не люди собирают грибы, а грибы охотятся на людей. Ведь они в Рязани особенной с глазами. Много чего видят, замечают и своими взглядами заманивают охотников в лесные чащи. Скажите, мистика, так она у нас повсюду. Как относиться к тому факту, что тарифы на электроэнергию с каждым годом растут, а свет в домах и на улицах гаснет? С 1 июля вновь запланировано повышение цен на электричество почти на 9%, что выше официальной инфляции. Одно время указывая на недостатки в управлении, чиновники шутили, что нужно в консерватории или филармонии чего-то подправить. Пришло время пошутить насчет трансформаторных будок. Мыслимое ли дело, деньги энергетикам текут рекой, шумными рублевыми потоками, а до ремонтников не доходят, трансформируются в копейки. Из-за низких зарплат нехватка ремонтного персонала составляет 30%. А в федеральном Минэнерго рапортуют, индексация тарифов позволит обеспечить дальнейшее надежное и бесперебойное электроснабжение всех групп потребителей. Как это электроснабжение осуществляется на практике, мы хорошо видим. Одна сплошная мистика. Редактор субтитров А.Семкин